эти вот все части были закрыты и да и да и да кто такой покупает всем привет или на канале места и лидл меня зовут анастасия я проснулась совсем недавно уже сделала всю свою утреннюю рутину и сегодня сегодня мы вместе с моей семьей поедем пангкок да мы давно это планировали с того времени как везде по открывали торговые центры вот эти все места и мы такие все нужно съездить в икею нужно погулять и вот мы решили то что поедем сегодня на шопинг и да мы кстати решили сейчас выезжать буквально через несколько минут сейчас все переоденемся подготовимся и будем выезжать едем мы не только в икею но и в саму мегу банк ну это прям огромный торговый центр хотим погулять посмотреть какие-то магазинчики и может быть что-то классное купим теперь я всегда стараюсь разные образы дополнять разными вот такими вот аксессуарами к примеру такие вот колечки или же вот такие вот заколочки и так одеваем и выезжаем а боже мой ребята мы наконец-то приехали все пойдемте шопиться я очень сильно рада так как половина магазинов закрыты мы решили первым делом сходить в икей это то о чем о чем мама мечтает мечтала три-четыре месяца и наконец-то мы здесь да здесь очень много людей очень непривычно новость круто последний раз когда мы здесь были вот эти вот все части были закрыты и пока никого не было не все наконец-то сделали и вот красота теперь здесь вот такая вот здесь кстати в окей появился новый цвет у них там раз несколько месяцев они меняют цветовую гамму раньше это был вот такой вот красный как у меня в комнате а теперь это бирюзовый синий и да очень красивый но нам он не подходит ура 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 еда 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 я очень счастлива но посмотрите сколько здесь много народу их а ну что вот так тут выглядит наш сегодняшний обед как всегда мы купили митболы когда мы просто раз сюда приезжали их не было мощь сильно расстроились но теперь их вернули потому что икей поняла то что это наверное одно из самых популярных блюд и да также мы здесь купили себе вот таких вот десертиков и к сожалению в этот раз почему-то не было никаких напитков из-за этого пришлось взять кофе и обычную горячую воду но я бы всем приятного аппетита ну что ребята время шопинга не знаю купим либо что-то или нет но хотим посмотреть может быть появились какие-то новые коллекции что-то новое все-таки весна же началась у меня заставили вот это примерить бложе мой ребята кто такое покупает что это вообще такое скажите мне пожалуйста и и и и и и и Показывайте, в камере все равно не видно. Где BTS у нас? Нет, это не BTS. Нет, это не BTS. А BTS нету. Мы настолько находили, что у меня даже начало натирать мои ногу. У меня даже появилась дырка. У меня прям очень сильно натирает мой мизинец и вообще не комфортно ходить. Хотя эти кроссовки очень комфортные. Я в них очень часто хожу, но из того, что сегодня прям так сильно находили, нога ужасно болит. Ох, ребята, мы наконец-то дома. Буду говорить вам честно, я ждала эту поездку очень-очень долго. Я очень сильно была рада, что мы в итоге решили съездить туда, но это было сложно и физически, и ментально. У меня было куча народу. Также у меня теперь очень сильно болят ноги, но мы наконец-то съездили, и это очень круто. Ура! Ничего прям глобального в этот раз мы не купили, так как ничего интересного не было. В Икеа ничего интересного. И в магазинах какая-то одежда так себе. Так что мы просто купили мне вот такие вот файлы, которые вон стоят. Они просто у меня уже совсем скоро сломаются, мне кажется. Также купили мне новые пять вешалок, потому что они у меня тоже очень быстро ломаются, теряются. Куча одежды, ее нужно куда-то вешать. Ну и наконец вот такой вот контейнер. У меня вон там стоит один. Осталось поставить вот этот вот, складывать туда одежду. В общем, вот такие вот у нас сегодня покупочки. Но наш с вами день продолжается. Я сейчас переодеваюсь, убираюсь в комнате и занимаюсь своими делами. Да. Как бы гипс мне сняли, да, но он все равно у меня валяется в комнате, потому что я не знаю, куда его убрать. Знаете, как прекрасно ходить без этой ужасной вещи. Я очень сильно рада, что наконец-то моя нога зажила, и я могу нормально ходить, бегать, все круто. Очень сильно рада. Ну что, какие у меня планы на сегодняшний вечер? На самом деле времени не так уж много осталось, на улице уже начинает даже, знаете, темнеть. Но мне нужно сделать несколько вещей, которые очень важны. Мне нужно написать контент-план для моих сториз, потому что я давно туда не снимала и хочу в скором времени туда вернуться. Ну а также мне нужно заняться моим курсом. Я хочу сегодня сделать небольшой, знаете, опросник, чтобы собрать обратную связь на курсе, посмотреть девочкам нравится, не нравится. И да, работаем продуктивнее. Йоу! Но смотрела запись. Я чувствую себя как какая-то училка в школе, серьезно. Но мне это так нравится. Я как будто свои знания даю. Это так классно! Не могу! Боже мой, ребята, вы только посмотрите на эту красоту. У нас уже время ужина. Олег здесь приготовил вот такую вот вкусняшку. И сейчас я буду это есть вместе с рисом. То есть это у нас с вами получается курочка. Обожаю просто курочку и рис. Пахнет-то как вкусно! Ну а на этом, в принципе, и заканчивается это видео. Сейчас 9 часов вечера. Я, соответственно, сейчас буду сериал смотреть. Так что, да, я очень надеюсь, что вам понравился этот влог. И если это так, то обязательно поставьте лайк. Подпишитесь на мой канал. До скорой встречи и всем пока-пока!